И легла. Стал рисовать её лежащей. Рисовал минут пять, она вдруг вскочила, оделась. Плюнула в палитру. Сказала, я такого авангардизма не понимаю. И ушла. Четверг. Её зовут Олимпиада Николаевна. Такой торс. Даже Рубенцу не снился. Работает старшей буфетчице на вокзале. Позировать приехала прямо с вокзала. Привезла с собой четыре килограмма сарделек говяжьих, килограмм масла сливочного кусочками, скатерть, матрас, верхнюю полку от плацкартного вагона и ручной тормоз от поездов дальнего следования. Жаловалась на мужа. Говорила, что как немного выпьет, сразу путает фламандскую школу живописи со школой Рембрандта. А её обижает, называя Кукра Никсой. Позировать согласилась только в темноте. Пришлось достать фонарик и освещать Олимпиадину на туру частями. Она тихонько смеялась и всё говорила, ну, миленький, ты даёшь. В пятницу писал очередь в пункт по приёму стеклотары. Подошёл какой-то небритый мужчина, долго стоял рядом, восхищался. Потом попытался поцеловать меня в затылок, но промахнулся и упал. Я его поднял, он сказал, что зовут его Васькой, и за это потребовал 17 копеек. Я дал и спросил, не мог ли он мне немного попозировать. Он сказал, мог бы, и опять упал. Минут через сорок он встал, мы поехали ко мне. По дороге ко мне, прямо в автобусе, Вася стал раздеваться. Суббота. Только что Вася, наконец, разделся. Его тело превзошло все мои ожидания. Оно было сплошь зататуировано, и издали выглядело, как один громадный синяк. Так, подойдя поближе, я увидел, что весь Васин вперёд занимает известная картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы», под которой стояла подпись «Переход Суворова через Васю». А Васин зад — это была картина Брилова «Последний день Помпеи». Я стал Васю разглядывать, он закрылся, закричал, что всё это подлинники. Потребовал 17 копеек и упал. В воскресенье звонил Олимпиада, сказала, что прийти не сможет. У мужа очередной запой, каждую ночь бредит, кричит, что при росписи Собора Святого Петра в Риме ему, Микеланджело и Рафаэлю, какой-то прорапор Менин неправильно закрыл наряды. В понедельник отключил телефон, запер дверь, разделся до нога, встал у зеркала. Отчаявшись найти натуру для позирования, буду писать автопортрет. Миниатюра, которая называется «Курортный роман». Девушка, девушка, погодите, я километр за вами иду, милый, погоди. Что, что, что? Время сколько не скажете. Полшестого? Спасибо, меня Владик зовут, дай поцелую, а? Что, прям сразу? Главное, прям сразу. Мы, если хочешь, знаешь, заочно давно с тобой знакомы. Я же вообще писатель, а? Ты писателей не любишь? А? Режиссеров любишь? Все, тогда я режиссер. Все. А? Вы знаете, режиссеры, как мы, если кого встретим, мы сразу прям и женимся, и все. А? Мы разлук не переносим. Хочешь со мной на фестиваль поехать, а? Ну, поехали со мной в Риво-де-Жетонер. Поехали со мной в Риво-де-Жетонер, а? Что смеешься? Кто женатый? Кто женатый? Все, ты взяла, что я женатый. Кольцо на пальце? Ты же не в курсе, этот палец не мой. Свой сломал. Да ты же не знаешь, я вообще летчик, понимаешь? Была страшная авария, и упал с самолета без парашюта. Сломал палец. Хе, пересадили другой, попался с кольцом, надо же, а? Главное дело, женатый. Те в нашем санаторище не такое про меня наговорятся. Что, ты не понимаешь? Счастью нашему они завидуют. Еще бы, за моряка каждый хочет выйти. Не веришь. А веришь, что вчера вечером я тебя встретил, всю ночь не спал? Что прямо? Что тебе Наташка сказала? Тебе Наташка сказала, что я ночью не спал? Ага. Что еще сказала? Я всю ночь к ней в окно лес, на третий этаж. Опять контузия открылась. Да ты же не знаешь, я шахтер. И была жуткая авария. И теперь мне все время по ночам кажется, что засыпало, засыпало, засыпало. Все время хочется наверх полезть, понимаешь? Че, че, говоришь, я Наташку хватал при этом? Ну да, наш кударь, наверное, я ее за отбойный молоток принял. Ну че, ой, ой, как тебе верить, то летчик, то шахтер. Ладно, все. Ибе скажу, но только тебе. Иди сюда ближе. Нет, вот сюда, вот сюда. Нет, сюда, вот здесь становись. Но только тебе скажу. Говорите, все. Я секретный физик. Закон кулона слышала? Мои работы. Я понимаю, ты думаешь, что это курортный роман, что так фигли-мигли. Вот что б ты не думал, что для меня это на секунду. Немедленно запиши мой домашний телефон. Нет, пиши сейчас. Домашний телефон, 09. Спросишь Владика. Да, адрес обязательно. Я без адреса вообще целоваться не буду. Начатный адрес такой. Узбекская СССР, Киевская область. Успеваешь писать, да? Город Рига, Владику до востребования. Давай. Я не понимаю, что тебе кажется? Ну что тебе кажется? Кажется, кажется. Все равно кажется женатой. Ага. Словам не веришь, по глазам прочесть не можешь. Тебе нужно обязательно документ с печатью, да? Пожалуйста. Вот тебе документ с печатью. Ну, читай, что написано. Пожалуйста. Видишь? Действительно, на сентябрь для проезда в трамвае и метро. Видишь? Покажи, где написано, что женатый. Покажи в этом документе, где написано. Какая Люсика. Причем Люсика какая-то. Да Люсика, мы с ней просто друзья. Мы знаешь, с каких лет с ней знакомы. Просто друг. Не важно, малый ребенок от меня. Я ей как другу, какое-то имеет значение. Все. Как другу. На 8 марта. Небольшой сувенир. Э, куда пошла? Куда пошла? Будешь тебя хорошо видеть, я тебе подарок сделаю. Куда пошла? Убежал. Да и черт. Делать, что есть, вы это отвалили. Московский писатель Леон Измайлов. Рассказ называется «Памятник». У нас в городе решили памятник поставить. Фигуру рабочего, с трудом которого создаются все промтовары. Пригласили известного скульптора. До этого он уже не раз слепил образы рабочих. Ну, скульптор приехал, на нашем заводе стал искать, с кого образ слепить. Долго ходил, присматривался. Наконец одного нашел. Типичный, говорит, рабочий. Лицо простое, плечи широкие, руки мозолистые. Типичный рабочий наш главбух оказался. Дирекция завода категорически против выступила, чтобы наш главбух в центре города стоял. Тем более, вот-вот под суд должны отдать захищение социалистической собственности. Тогда стали отбирать по трудовым показателям. Ну, нас двоих отобрали. Противник мой сразу отпал. Его же она скандал устроила. Сказал, он и так поддает. Если ему сейчас этот памятник поставить, он вообще запьется. В общем, я один остался. Мне сказали, что лицо у меня нормальное. Ни на что не намекает. Ни о чем не напоминает наше лицо. Без всяких фартилей на нем. Короче, выдвинули меня, потом долго спорили, какой величинный памятник делать. Вроде больше человеческого роста нельзя в извеличивании. Меньше тоже нехорошо. Принижение роли пролетариата. В общем, решили делать один к одному. Натуральную величину. Стали работать. Скульптор мне кувалду в руки сунул и давай ваять. Долго ваял. Серьезный. Иногда даже плакал, когда выпивал много. Но ничего, интересно было. За месяц всего обваял. И знаете, похож? Похож. Особенно кувалду и кепка. Да что говорить? Ему хотели звание заслуженного дать. Он сам отказался. Сказал лучше деньгами. В общем, послали эту скульптуру на специальный завод отливать в бронзе. Открытие памятника назначили на День Металлурга. Я себе снова работаю слесарем в родной бригаде. И вот День Металлурга подходит. В газетах про открытие памятника написали, по радио объявили. Из столицы народ приехал, а памятника нету. Нет ли ли? Бронзы не хватило? Или еще чего? В общем, нету памятника. Ну, что делать? Меня вызывают куда надо. И говорят, мы тут посовещались. Есть мнение. Надо тебе денек отстоять. А я сразу не понял, в чем дело, говорят, работаем. Они говорят, ты не понял, тебе надо в качестве памятника отстоять. Денек потерпишь, к вечеру памятник подвезут. Я был глупый, говорю, так это же, говорю, обман получается. Они мне, ты проявляешь неграмотность, ты срываешь мероприятие. Ну, давить на меня стали со всех сторон. Ну, ладно, что делать? Надо встать. Прикинули со скульптором, как я стоять должен. Намазали мне лицо руки бронзовой краской. Встал я как миленький на постамент. Накрыли меня простыней. Стою полусогнутый, с кувалдой. Стою и думаю, вдруг до меня кто-то тронется. А я еще теплый. В 12 часов народ собрался. Речи говорили, символом меня называли. Собирательным образом оркестр заиграл, стали с меня простыню стаскивать. Заодно кепку потащили. Я еле успел ее свободной рукой придержать, да на макушку напялить. Сдернулись меня простыню, у меня в глазах аж потемнело. Народищу вокруг. Тьма все на меня в упор. А я стою полусогнувшись, с кувалдой в руках. На всех из-под лобе гляжу. Разговорчики слушаю. Вылитый Семенов, говорят. Вылитый Ванька, сукин сын. При жизни себе памятник отгрохал. Все зааплодировали, а жена моя Клава заплакала. Поскольку хоть и живой, но уже памятник. Ну, тут все начали скульптора поздравлять, да чего, мол, здорово Семенова вылепил. Причем здесь скульптор? Кувалда-то кепка настоящая, остальные мать с отцом лепили. Ну, пошумели, поговорили, разошлись, памятник пошли обмывать. А я остался стоять. Солнце печет. Я стою ни поесть, ни попить. Едва до вечера достоял, стемнело, я домой побежал. Еле спину разогнул, только поел, стук в дверь. Целая делегация. Спасай, дорогой, памятник не готов. Иди снова вставай. Я говорю, завтра с утра, пожалуйста, в ночной вот. Давайте Сменщика. Охрана труда. В общем, они меня все равно уговорили. Встал. Обещали, что к следующему вечеру точно привезут. Стою, смотрю, около меня пионеры. С почетным караулом встали. А тут голуби. Целой компанией. Воркуют и гадют. Потом наоборот, гадют и воркуют. Ну, я, конечно, матерю их, но они по-русски не понимают. Вечером памятник не привезли. Я заявил, что на завтра не выйду, потому что не верблю целыми сутками без еды и питья стоять. Тогда, значит, они жену мою оформили. При памятнике уборщицей. За мной ухаживать. Она одной рукой вроде меня веником отряхивает, а другой втихаля еду в рот сует. Прикроет от людей и кормит, как собаку в цирке. Вдруг пионер один, следопыт юный, стал подглядывать, как она меня кормит. Я терпел, терпел, потом не выдержал, говорю, что устаялся. Никогда не видел, как памятник жрет. Он с перепугу чуть язык не проглотил. Как зарет, всегда готов и убежал. Однажды Витюха подошел, дружок из бригады, кричит, Вань, пойдем пиво печь. Ну я молчил, он свое, кончай придуриваться, идем пивка дернем. Я ему объясняю, Витю, кончай голосом определять. Не срывай мероприятие. Он ему что, дуралом объясни, что ли? Он на другой день с остальными ребятами из бригады приперся. Спрашивает, Вань, а поди тяжело стоять, да? Я говорю, а то нет. И не так физически, как морально. Моргать нельзя. Они мне пивка принесли, воблы. Меня как больному соцстрах выделил. Вообще, так честно, ребята неплохие. Они сказали, Вань, ты не волнуйся, мы тебя в бригаде почетным членом выбрали. Работаем за тебя, как за своего парня. А потом пошутил, и зарплату твою делим. Че говорит, на 10-й день ко мне уже экскурсии водить стали. Вот рассказывали, герои нашего времени, в жизни всегда есть место подвигу. Потом ко мне новобрачные приезжать стали. В верности клялись. Цветы к подножию клали. Один дядька все хотел от меня бутылку шампанского разбить. Но осенью, как пошли дожди, у меня поясницу скрутило. Ну не уходить же средь бела дня. Врача из ближайшей поликлиники вызвали. Он мне сквозь брюки прям бронзу укол сделал. Где-то к ноябрю я возмущаться стал. Дожди идут, бронзу смывают, я мокну. А мне все одно отвердят. Ну потерпи, 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 совсем чуть-чуть осталось. Ну терпения никакого, голуби на нервы действуют. Особенно один сизый. Все время на нас сесть, норовит. Причем, знаешь, одна лапка на носу, другая соскакивает, в рот попадает. Курица однажды подошла, в ногу клюет. Место нашла. Снайпер называется. Между брючиной и ботинком. Точно в кожу попадает. Ну я не выдержал, как кувалдой шуганул ее. Тут же бабка набежала. Во-первых, что ты размахался? Ты ежели памятник стой смирно, кувалдой не размахывай. Зима пришла. Я говорю, ну-ка давайте тулуп. Без тулупа милиция даже не стоит. Тулуп выдали. На работу зарплату повысили. На работе. Только стой. Стою. Жена говорит. А что, Вань, может это призвание твое? Зарплата хорошая, люди к тебе с уважением, цветочки всякие. Стою. Ну скоро совсем ерунда началась. Жена забеременела. Конечно, мы вначале скрывали, потом уже трудно скрывать стало. Опа, теха пошла. Видишь, такой памятник, памятник. А туда же. Интересно, говорит, какой ребенок родится? Черный или бронзовый? Весна подошла. Народ в сквериках. Я стою как пень. Можно, конечно, стоять, зарплата идет. А с другой стороны думаю, кто же я такой теперь? Памятник. Рабочему человеку. Или этот самый рабочий человек и есть. Чего я здесь делаю? В общем, сказал я, что, ребята, комедию я сегодня кончаю. Только я созрел, как раз памятник привезли. Ночью меня на этот памятник обменяли. Утром народ пришел, а вместо меня стоит настоящее произведение искусства. А народ поглядел и сказал, Ванька-то наш лучше стоял. Иван прям как живой был. Эка миниатюра посвящена летнему отдыху. Называется оно ночной кошмар. 4993, 4994, 4995, 4995, 2 часа ночи, не могу заснуть, 4996, 4997, 4997, ничего не получается. Главное, этот на пляже сегодня. Сколько вы за койку платите? Полтора рубля? Ой, а я три. Надо, как вы хорошо устроились. Хорошо. Шесть человек в комнате. Причем каждый, как десантник. Один двоих стоит. Один по ночам Пугачева крутит. Другой, как хищник, ночью еду добывает. На холодильник охотится. Он, видите ли, сова ему ночью есть хочется. Мне все равно кто-то хоть шакал. Ну, зачем ты мне в темноте раскаленную сковородку мимо подставки на мой живот ставишь? А этот интеллигент. Видите ли, ему днем читать не хватает времени. Ночью просыпаюсь, предчувствие какое-то точно рядом стоит. Спрошу, в чем дело? Тысяча извинений. Говорит, как удачно, что вы тоже не спите. Не знаете, что настольная лампа не работает? Работает, говорю. Просто вилку надо в розетку вставлять. А не мне в ноздри. Завидал. Колька полтора рубля. Лучше бы спросил, почему полтора. Какого-то деда, потому что еще валетом подложили. 4999, 5000, 5000. Фу, черт, комарьё проклятое. Так и пикируют. Вот и вертишься всю ночь. Рядом дедуля-каратист. Там Пугачёва кричит, будто ее режут. Слева обжора, справа книголюб. Ой, прям еще над тобой медовый месяц справляют. Попробую с ней. Попробую с ней. Это ж 7, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 9. Пытайте, пытайте. Палачи. Я вам ничего не скажу, изверги проклятые. Жги, жги меня, гад, своей сковородкой, жги, давай. Ироды, такую певицу замученик. Она с ума сошла, по ночам поет. Я плюю вам в лицо тысячу раз. Фу! Дедуля, простите, ради бога. Померещилась. Не-не-не, я не сплю, что ли, раз это тут уснет. Вот, что, пять тысяч девять, пять тысяч десять, пять тысяч одиннадцать, пять тысяч тринадцать, пять тысяч четырнадцать, пять тысяч пять... Аллочка. Пугачева. Алл Борис, ну вам не тесно рядом. Почему улетай, Туча, улетай? Сама улетай, я за полтора рубля сумаю. Алл Борис, мне всю жизнь мечтал, можно я вас поцелую, а? А? Можно? Вы что, бороду отращиваете? В каком смысле то ли еще будет? Алл Борисовна, это вы так вкусно ведите, а можно мне кусочек? А? Я вот рот раскрыл. Чеплячьи ножки, что ли, да? Импортные, почему пять пальцев-то? Жесткая. Ты меня не укусишь. А? Все, дедуля, спим, извиняюсь. Спим, спим, дедуля, все, даю слово, все, последний раз. Пять тысяч четырнадцать, пять тысяч пятнадцать, пять тысяч шестнадцать, пять тысяч семнадцать, пять тысяч восемнадцать. Пятый... Я седьмой пикирую. Не могу выйти из пики. Теряю высоту, я ранен, штурман убит. Убит штурман, ноги холодные у штурмана. Жду указаний, я седьмой, есть покинуть самолет, прыгаю. Дергаю, кольцо, парашют не раскрылся. Есть открыт, запасной дергаю. Парашют тянет вверх, чувствуя сильный удар. А? Ты чего дерешься, дед? Чего? Отдай парашют. Ой, дедушка, простите, ради бога. Заберите свои плавки назад. Господи, ведь ни один санда смотреть не дадут. Да бог с вами, пойду на пляже, место займу. Про Серафиму. Это было давно. Очень давно. Я тогда был студентом второго курса, то есть, окончив первый, перешел на второй. Что такое студент, объяснять не надо. Самый счастливый человек. У него есть все, кроме имущества, жилоплощади, одежды. И, конечно, денег. Трудовых семестров тогда не существовало. Многие сами устраивались подработать. Я не помню, кто-то мне посоветовал пойти проводником на железную дорогу. Так и сказали. Там, конечно, оклады небольшие, но если ты не дурак. Но тогда мне казалось, что я не дурак. Я устроился на месяц проводником на скорый поезд Москва-Свердловск. Ну что, высовываю флажок, разношу, чай, выдаю постельное белье и жду. Чего жду, понятно, да? Ну что ж нетерпением ждет каждый нормальный проводник? А? Что? Чай, вы, я тут как пустые мутилки. Товарищи, каждый нормальный проводник ждет, кого бы подсадить. Вот и я день жду, второй жду. Никого. Или мне такой неудачный вагон в конце поезда попался. Или вид у меня был такой. Если бы вы меня тогда в фуражке с флажком увидали бы, вы бы тоже до Свердловска пешком пошли. Словом, ну никого. И вдруг однажды на маленькой станции подходит к моему вагону вторушка и говорит, здравствуй, доченька. Я говорю, здрасте, бабуля. Вообще, я не доченька, я сынуля. Она говорит, сынуля, подсадить, я век благодарна буду. Я говорю, бабушка, ты что, это же не положено. Это вообще нельзя. Поэтому давай, знаешь, быстро забирайся. Залезай в туалет. А там будет видно. Она говорит, ангел, ты не меня, ты Серафиму подсади. Я говорю, поскольку все равно не положено, пусть Серафиму садится. Где она у тебя? Она кричит, здесь, здесь, Симочка, иди садись. Идут из-за кустов. Выходит коза. Просто самая настоящая коза с рогами, с сиськами. Все как положено. Я просто обомлел. Я говорю, ты что, бабушка, с ума сошла? Ты бы что, свинью привела? Она говорит, ой, я мигом в два счета. Я говорю, ну-ка забирай животное, давай отсюда. Она в слезы, ой, сыночек, ой, родники. У меня под Твердловском внучок родился. Я сама старая. Я не сегодня, завтра, послезавтра помру. Чего я им в подарок-то? Вот только Серафиму, чтобы всегда молочко свежее. И в чулок залезла. Деньги достала. Мне суета. Я говорю, бабуля, забирай деньги. И вот тут я вижу, что Серафима глядит на меня в упор. Ну как глядит? Он просто глаз не сводит. Вы не поверите, с тех пор ни одна женщина так на меня не смотрела. Я говорю, все, 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 быстро закончен разговор. Поезд тронулся, я наверх, собираюсь закрыть дверь. И вдруг вижу, на нижней ступеньке стоит Серафима. Взгляд у нее уже такой. Ну как бы вам это объяснить? Ну такой, будто семеро козлят от меня. Скорость уже порядочная. Вы бы что на моем месте делали? Но это вам хорошо. Сейчас вы думать можете сколько угодно. У меня... В общем, только я закрылся в купе с Серафимой. И слышу, бежит по коридору проводница из соседнего вагона. И благим матом шепчет. А та с ревизорой! Так, думаю, удачно пошабашил. А тут еще Серафима как назло. Проводница затихла. А потом спрашивает, вы что, там не один? Я говорю, я говорю, зашла гражданочка одна тут. А Серафима бе-е-е-е. Я говорю, вон, белье просит. А-а-а, говорит проводница, тогда понятно. А то я и думаю, чей поводок из-под двери торчит. Минут через 20 пришли ревизоры. Ну, коллектив у нас в поезде подобрался дружный. Все друг другу помогали, все друг друга выручали. Наверное, поэтому первый вопрос, который мне задали ревизоры, был, где коза? Я сказал, что козы нет Ну, ревизоры были немолодые, опытные Они поглядели на меня таким многообещающим взглядом Что этот взгляд я до смерти не забуду Они еще раз спросили, где коза? Я говорю, нет козы Студент? Я говорю, студент Где коза? Я говорю, нет козы Так Теплый белишко, чемоданчик есть? Я говорю, есть Время свободное, года два-три, есть? Я говорю, есть А коза? А козы нет Предвкушая то, что дано предвкушать Только ревизорам Они вышли на ближайшие остановки И с таким остервенением Будто искали не козу, а как минимум собаку баскервили Они обшарили все, что находилось под поездом Тот, что помоложе, залез наверх Они вернулись грязные, уставые, злые Когда состав тронулся, я спросил чайку И они хором завали Козу Я говорю, ну нету, ну нету козы Ну, ну нету Вот чай есть, печенье есть А козы нет Они снова куда-то ушли Их не было часа два Наверное, они обыскали все вагоны То, что вагон и ресторан Они обрыскали, это точно Потому что, когда они возвращались Один пел, шла коза по берегу А второй, у меня была коза Она мне изменила Они ввалились ко мне в купе Поставили на стол бутылку коньяка Долго пили за меня За моих родственников За всех домашних животных Потом за всех диких Наконец они взмолились Слушай, студент Мы же тебя ни в чем не подозреваем Мы тебе ввели Никакой козы у тебя нет Не было И не будет Поэтому ради Христа скажи Где коза? Честное, ревизорское Мы тебе ничего не сделаем Вот мы тебе благодарность В институт напишем Только не мытарь Только скажи, где коза? У обоих на глазах слезы Ну ладно, думаю, ну что Так и быть Тем более, что ревизоры В конце концов, они ведь тоже Тем более, что они такие уже были Хорошие Вообще ревизоры всегда неплохие Но эти были просто какие-то особенные Ладно, думаю, так и быть Я им говорю, вы В соседнем купе были Они говорят, ну как были Мы там семь раз были Да Значит, вы Солдата На верхней полке Близко видели Они вскочили Бросили с соседней купы Я вам сейчас все объясню Я когда услыхал, что ревизоры идут Я говорю, ну все, Симочка Пришел нам с тобой полный козец Чего дальше делать, ума не приложу Вывел ее в коридор В коридоре два человека стоят Курит Один штатский, другой солдат Ну они насуедали с Рафима Живили что-то как Я им ситуацию обрисовал Ну кого у нас по-настоящему любят Так это ревизоров И вдруг один стукнул в себя По лбу и говорит Я знаю Есть одно народное средство Надо как можно быстрее пивка Жигулевского Я спрашиваю Мне, да При чем здесь ты? Серафиме твоей? Я, говорит, своими глазами В журнале Зоология и жизнь Читал, что, например, Медведь, если Сто граммов водки Без закуса заглотит Все, всю зиму Мишанька лапу сосет Лось Другое дело Только портвейн Два стакана И сахата готов Сперва, конечно, паразит Рвет на себя рога Лезет к лосихе Выяснять отношения А потом раз Из копыт Лисице пол бокала шампанского Сразу глупости начинает делать А твоей красавице И пивка хватит Две бутылочки Примет и вообще ку-ку Я даже не успел Сообразить ничего Один схватил Серафиму за рога Затащил к себе в купе Штатский Серафиму Перекрестил Сказал Нынче, Симочка, все пьют Так что и тебе Все равно Когда-то начинать надо Рот ей раскрыл Мне бутылку протянул Жаль Серафиму Я вам передать не могу Ну уже деваться некуда Я ей бутылку влил Он мне вторую дай Я вторую скормил Вижу глаза у Серафима Побутнели К переносице сошлись А рта не закрывается Понравилась пылко-то Так этот Штатский говорит Ну ладно, давай тогда И третью бутылку вливай А четвертую ей на похмелку оставим После третьей бутылки Серафима что-то произнесла Ну такой Не то скупердя Не то спокойной ночи И рухнуло И тут мы быстренько В солдатские сапоги На голову пилотку Затащили на верхнюю полку И сверху шинелью Ну ревизоры постояли Посмотрели Потом как-то Обмякли И уже не говоря ни слова Пошли спать Они легли в моем купе На моем месте Прохрапели до утра Но когда они утром Продрали глаза Они сразу спросили Где коза? Там коза? Я сказал Нет коза Сказал и подумал Эх Что бы они тебе Вечером не говорили Как бы они тебе Не улыбались Сколько бы они Не пили За твое здоровье И как бы они тебе Не клялись В вечной дружбе Придет утро И ревизоры Снова станут ревизорами Я слышал Как они ворвались В соседние купе Как бросились к шинели Как стали тормошить Того кто под ней спал И как в тишине Раздался бодрый Солдатский голос Спасибо братцы Что разбудили Они в ярости Влетели в мое купе Где коза? А я говорю А козы нет Понятно? Нет козы И в этот момент Наш поезд подошел К перрону Свердловска Один инженер Самый простой Самый заурядный инженер Решил летом отдыхать в Сочи Он позвонил в кассы Аэрофлота И ему билеты Привезли домой Через пять минут Это не все еще Подождите Он прилетел в Сочи Около трапа Его посадили в легковую машину Привезли в гостиницу Дали ему номер с видом на море Ну в этом номере какой-то человек Жил этого человека Сразу там Правильно Выселили Вот простой инженер Поселившись в номере Со всеми удобствами Месяц купался Загорал Он так хорошо отдохнул Ему так понравилось Что он заявил Каждый год на отдых Буду приезжать только в Сочи А кто говорит невероятный Товарищ Я предупреждал Что история от вас потребует Максимального внимания Я готов еще раз ее рассказать Пожалуйста Настройтесь Настройтесь А то весь вечер Будем одну историю слушать Итак Один инженер Самый простой Самый заурядный инженер Из Англии Решил летом отдыхать в Сочи Он Чего? Я не понял В чем дело? А? Что-что? Ну и что из Англии? Я и первый раз сказал Что из Англии Что же первые раз Не реагировали? Как? Я сказал? Нет Я сказал первый раз Когда говорил Что из Англии инженер А? Ну я сказал первый раз Когда рассказывал Историю Что из Англии инженер Или нет Да подождите Вот я товарищ Спрашиваю Как не сказал? Вы тоже не слышали? Очевидно Что вы не слышали этого? Товарищи Которые наверху сидят Вот там Высокое положение Которое нас занимает сегодня Сказал я в первый раз Когда историю рассказывал Что из Англии инженер Нет? Вы думали Это наш инженер был? Да? Да вы что Наш инженер был Который вы из номера высели При чем тут Не надо хлопать Ну Подождите хлопать Вы же не доиграли еще Теперь эта история Невероятная или очевидная? Вот теперь очевидная Вот теперь очевидная Понимаете? Да Вы тоже так считаете Что теперь очевидная? Замечательно А я вот считаю Что невероятная А я не могу понять Как наш инженер В тот номер попал Понимаете? Смотрите что делает Одна фраза История История совершенно невероятная И становится абсолютно очевидной Хотя спокойно Можно делать и наоборот Вот подобного рода вопросам Проблемам Посвящен наш спектакль Фрагменты Из которого хочу вам показать Действия у меня Вместе со мной Спектакль принимает участие Балетный ансамбль Московского театра эстрады Перед появлением Следующего персонажа Балетный ансамбль В роли манекенщиц Демонстрирует Очень красивые вечерние наряды Туалеты Которые сделаны из золота Из бархата Из парчи Какие на них немыслимые Натуральные меха надеты Драгоценности Но главное Что все это называется Демонстрация модели одежды Для тружеников села И вот И вот вы представьте Что из села приехал человек Он попал на такую демонстрацию Модели одежды Посмотрел сеанс И после сеанса Он начинает делиться Своими впечатлениями Обе сова села Добраточка милая Что тут показываю И то бифасон И материя И расцветка Что в продаже Да? Не чешется Режет везде И уже гарный костюмчик Фасон под названием Я встретил вас И стал заиколищ И ведь шо цикасика Еще на украинский Размоле Шо интересно Почитает на фабрии Показалось Слава Богу Ну я все равно хочу знать Вот чому у нас На людях одне А на выставке Мать моя Зовсем друге Що ж це за мода така Пошла Пиль в глаза Людям пускают У нас у районі Баню построили Само крупно в Європе на 5 тысяч голов на что нам это хабаня когда у нас столько голов в месте с рогатым скотом не будет да нехай она будет поменьше только б там горячая вода была да, ну не на 1 мая, чтобы на каждый день или колхоз наш корову выросла рекордистка 16-го молока а что а что мы на ту корову всем колхозом я на собране сказал что пиль же мы в глаза пускаем так еще набросили мы слово дали таку корову выросли мы слово сдержали а что мы сдержали одна корова молоко даёт а другая корова его выпивают а еще после того собрана со мной никто не разговаривает наш председатель голова ж наш даже не глядите в мою сторону еще что так зиришь сидишь еще обзиваться начал знаешь после чего приходят до хати ко мне приходят, говорят Микола до нас иностранцы приезжают Христом Богом молю не милый языком они, говорят, будут по хатам ходить в жизни интересоваться вопросы каверзные ставить так ты, говорят, не критикуй скажи, что у тебя все есть скажи, что тебе ничего не нужно а мы, говорят, тебе за это на тот год запорожить сдадим а меня, видно, черт то и попутал потому я уже как представил себе их, 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 их и сказал, нехай идуть я попробую и вот через два дня делегация приходит мамонька одни иноземцы сигары курят по хатам ходят до меня пришли вдруг один говорите, ты что? говорите, есть ваша вилла я говорю ай, как же у меня, говорю, все есть и вилла и грабли и вон, говорю, коса у сараи стоять, а він пальцем кажет на собачу конуру и говорит, а что это такое? а я думаю, как брехать, так брехать и говорю, это есть гараж гараж для моего личного автомобиля да, и что добавили редкая марка называлась Соборожиц и что, говорю, интересно бензин не жрешь ей костяшку бросишь весь день, як угорелая носится а ночью еще и дом сторожить так вину, говорит айди ваш автомобиль побачить охота я говорю, эх, наемжин вдруг добавляю за покупками как они между собой начали готовить а-а-а значит у деревни купить ничего я говорю, тихо тихо, господа хорошая жінка в город уехала покупать а сам думаю что сказать? что сказать? тем более, что все есть и гляжу на процедателя и он показывает руками мол, давай, давай, давай давай, давай я ей сказал вертолет покупать мастя моя я сказал там аж весь мокрый стал а блин, говорит а на шо ж вам вертолет? и я не сдержался и сказал на шо, на шо? на вот всего разбрасываться а то, говорит наш колхоз никак из отстающих уйти не мой этот сигару я ж затрялся о, председатель сказал что здесь колхоз миллионер и тут я себя добил я сказал миллионер он должен государству два миллиона рублей председатель как буряк красный стал лугол меня забил Микола бисова дитина что языком мелиш я ему говорю я нечаянно сорвалось а он кричит за нечаянно бьюточен и после вот этого случая не то, что вот это вот и что на каждом углу оскорбляет поганка такая слово подобрал знаешь который знаешь как он меня обзывает этим словом который критикует как он называет критин он говорит что критин я я дам критин я брехать не могу складно вот как другие брешут не получается знаешь для меня что хорошо хорошо ну что плохо ох погано хватит плохое за хорошее выдав хватит плохое за хорошее выдавать разу у нас у нас все равно все у нас все равно все хотят чтоб было как говорится поменьше пыли на душу нашего населения так как положить чесанешь оттуда сзади ему брызги в физию он глазки зажмурит и сослепу в дерево головышкой собак ржачка да я тебе честно говорю это ржачка а вот ты говоришь скучно говоришь здесь я некуда а когда нибудь пробовал торт без рук съесть я в дом вон таки видал это вообще сильная вещь тортина килограмма на два сам бисквитный кругом крем розочки разные которые без привычки головышкой туда сразу хабах все туши свет сливай масло во рту бисквит в глазах крем в ушах розочки ай ничего не бежу ай ничего не целый а ничего никому не это вообще это укатайка это одно слово укатайка я смерть не люблю серьезные рожи вообще все думаю хрен не думать все давно придумано удовольствие в жизни не сочетай хочешь пивка попей хочешь козла забей хочешь ради на полногромкость вруби куда я моя развлекись а хочешь поспорь на что-нибудь там на погоду на спардачка или кто снежок дальше бросит это не важно важно чтобы жить было интересно понял нет надо в жизни все время что-нибудь ждать у нас с дружком споры это вообще атас ребят это полный атас помню сидим во дворе ведем спор кого на свете больше мужиков или баб но он за мужиков был я как всегда за баб спорили спорили знаешь кого больше кто первый во двор сейчас пойдет того и больше и пошло сели на лавку до вечера просидели никого темнеть начал никого и вдруг слышим крадется кто-то приглядели собака уй мы за ней а че надо было определить мужика или баба два часа по помойкам гоняли пускай спор не в че укончился пес с кабелем оказался но кусался как сучка но это не важно ребят 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 это не важно важно чтобы вечер провели полный атас да и что у меня такая структура у меня такой характер я без шутки вообще минуты не могу жить вот когда это совсем уже нечего делать тогда я любой номер по телефону наберу и скажу говорят с телефонной станции срочно выньте штепсель из розетки и суньте себе в ухо ухо не поздавить начинаю хулиганы прекратили ряй трубочку хабах и через 5 минут потому что телефон над другим голосом баба говорю хулиганы с телефонной станции звонили и говорят да я говорю штепсель в ухо или алисунок али говорят да что я говорю можно понимать ху-ху-ху-ху ну полный аттаж да я всегда что-нибудь придумаю меня не зоржавеет как говорится фирма веников не вяжет потому что надо жить весело если серьезно ко всему относится сопьешься раньше времени ху-ху-ху-ху у нас это никто не понимает у нас одни козлы кругом я помню на работе сижу скукота такая зубы ломит я думаю надо что-нибудь сотворить ну я придумал это вообще знаешь это равных нет мне за это шнобелевскую премию должны были дать я захожу в бухгалтерию у нас главбух крысы язвенные ох скрипучий я говорю слыхал слесарь наш Терехин с ума сошел по заводу с кувалды бегает по голове всех подряд шарашит 12 трупов говорят что белями лежат ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху он чуть промокачкой не подавился надо скорую вызвать потому что вызвать куда полагать я говорю моё дело маленькое тебя предупредил и базда а потом иду вниз нахожу слесаря и говорю Терехин тебе велел бухгалтерия зайди. Кронштейн, говорю, надо в стенку забить. Возьми кувалдочку. Подымись, Серёхин не знал в чём дело. Взял кувалду. Побрёл. Вот где, ё-моё. Его бухгалтер как с кувалдой увидал. Как, чесанёт по коридору? Оттуда по потолку. Карауларот, не хочу быть тринадцатым. Ой, смехатура была. Полную катайка. Скорой вызывали, чтоб бухгалтеров чувства привезли. А сня, чё возьмёшь? Он юмор, чё ли понимает? Харёк он скрипучий. С китайской фамилией Дзянштейн. А меня за это директор все вызвал. Ты, говорит, весёлый, круглого. Я говорю, да! А меня вот хлебом не кормит, дай я чебучит что-нибудь. Вот знаешь, наржуся, нахохочешься. И вдруг он на разную минуту вечером присядешь, грустно станет и думает, ё-моё, что мне так весело вообще? Там на работе не обожает. Жена не любит, сын растёт дубиной-дубиной. Так посмотришь вокруг вроде ё-моё. А потом посидишь, подумаешь. Да и хрен с ним. И как в мешок залезешь, и как чесанёшь по аллейке. И только пыль стопомать! АПЛОДИСМЕНТЫ Акции, так называется, рассказ Гоги. Я клянусь, они меня вопросами замучили. Гоги, 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 ты такой здоровый. Ты, наверное, спортом занимаешься. Я говорю, да, занимался я спортом, только отстанте. Гором отстанте все. Мы с моим другом, соперником, вахтангом занимались. Они спрашивают, что вы с вахтангом делали? Кто выше прыгнет? Я говорю, нет. Кто дальше бросит, я говорю, нет. Мы с вахтангом споревновались. Кто больше купит? Это давно началось. Я к себе в гости. Вахтанга пригласил. Он только пришёл, и сразу у него настроение испортилось. Он увидел, я себе цветной телевизор купил. И он встаёт, говорит, всё, завтра вы к нам придёте. И мы к ним на завтра приходим. Перед ним цветной телевизор, перед женой цветной телевизор, перед бабушкой цветной телевизор. Ещё такой маленький юнос перед кошкой стоит. И тогда мы встаём, говорим хорошо завтра вы к нам придете они к нам на завтра приходит у нас войны обалдеть можно у нас итальянское блюдо значит и спагетти до макароны длинные жена вахтанга говорит ва это спагетти что такое жую жую на 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 по вкусу все резину напоминает а моя жена дорогая от из жадности уже телефонный шнур на вилку накручивает тогда они встают и говорят все завтра вы к нам точно приходите на завтра мы приходим у них вообще свету конец у них японские блюда представляешь вахтанг в кимоно кошка в кимоно жена как настоящий японка ребенка на спину повесила а мини замечаем час не замечаем два не замечаем и вахтанг терпел терпел потом говорит почему не замечаешь неужели ты думаешь ей легко ребенка на спине таскать ему же скоро 22 года ты говори посмотри вокруг в этой квартире все только старинное в этом кресле сидел там что-то расставили из-за этого кубка пил сам царь давид а на этой кушетке лежала сама тамара потом так небрежно спрашивали вообще знаете кто такая тамара моя жена как не знают все знают тамара буфетчица к тебе в гости ходить я говорю вахтанг дорогой завтра на дачу давай ко мне приезжай вот такой сюрприз или там поджидает и он приезжает на дачу я во дворе стою волгу новую по 31 модель протираю протираю вахтанг ходит я говорю дорогой мой ты наверное на электричке приехал а он куда на электричке я спрашиваю почему ты машину не купишь он объясняет начните время тяжелое трудно машину купить вот купили электричку прямо за домом стоит потом глядит на меня говорят завтра я тебя жду к себе у меня для тебя уникальный сюрприз говорящий дрессированный попугай и я к нему на завтра пришел и этот попугай я и он дрессированный ты понимаешь он на счет раз взлетел и на счет два меня на пиджаке автограф поставил причем скотина